Так, дорогенька всем, мы, короче, сегодня едем в Матиралу, и это такой национальный парк недалеко от Кабулети, в Кабулетском муниципалитете находится, и сейчас мы едем туда, нам осталось где-то 2,5 километра до начала парка, мы едем вдоль вот той вот реки, сейчас заехали что-то съесть, едем по нормальной дороге, только по узкой, но пока асфальт. Времени 1.05, выехали мы в 12.30, мандаринки. Водичку набираем в таких вот местах, вроде сейчас местные пили отсюда, так что ок. Мы приехали. Сейчас пойдем куда-то, классный автопарк, шайба. Так, нам на канатку. Так, сейчас нам надо перебраться на ту сторону. Вот так вот это выглядит. Подержи, пожалуйста, вот это, а я попручу. А, все, давай. Пупся. А что ты-то перестала? Вот хорошо получается. Хорошо. Все. Все, ура. Мы перебрались через реку, здесь начало маршрута, времени, без 20, без 10, 2, мы начинаем наш путь. Собака начинает всем мешать. Так, еще одна локация, веревочный парк. Деревочный парк. Нормальная рогликуха. Озеро 700 метров, водопад 1,5 километра. Отлично. Тут, короче, все это русло усеяно зиплайнами, веревочными парками и тем прочим. Но сейчас уже не сезон, поэтому все в таком состоянии пустующем. Летом тут, наверное, не протлакнуться. Деревочный парк. Деревочный парк. Собака в шоке, что ее взяли с собой после нескольких месяцев домашнего содержания. Мандарех, едят еду, побираются в гагах. Я достал из черного мандареха, черный орех, его надо отмыть, можно есть колем и вот орешки. Выживальщик Алексей Хрусталев сейчас расскажет, как добыть еду. А где из этого еда? Да, покажи пожалуйста. Еда беленькая, вот орешки. Беленькие орешки это еда. Слично? Съешь? Нет. Понятно. Продолжаем движение по тропе. Material National Park, вот мы тут. Вот такие перепады. Озеро две минуты, пикник Эль, а там же две минуты. Что за тропа наверх не сообщается. Как видите, сегодня я не в кедосах, а в другой обуви, которую мне уже промочила собака. Так что все стабильно. Мне неудобно, как и в прошлую поездку. Еще я понял, что жизненно необходим какой-то трекинговый рюкзак, потому что я иду сейчас с рабочим рюкзаком для Ноута и это просто отвратительно. Шайба не может понять, чья она собака. И постоянно мечется. И не может идти просто рядом со мной. Так, вот это очевидно пикник Эль. Пикник Эль. Так, здесь у нас водится Салмо Труттофарио. Похоже на лосося, что ли, Салмо или Салмон это лосось. Не знаю точно. Место для костра и озеро. Отличное озеро. Вот через какие корневища тропа переходит. Классно. Мы, кстати говоря, поднялись от озера. Оно вот там внизу. Для этого пришлось вернуться метров на 150 вверх по тропе. Теперь идем дальше. Но не знаем пока точно куда. Куда-то дальше по тропе. Мы мощно набираем высоту. Водопад оставляем где-то снизу. И идем еще вверх. Еще выше. Наша горная собака на сегодня. Мы опять идем с ребятами, у которых двое детей с собой. Двое маленьких детей, которые не ходят сами. И это, конечно, напряженка. Так, мы опять обогнали ребят до следующего привала. И это звучит достаточно водопадно, как было в прошлом видосе. И, кажется, мы приближаемся. А, вот это одно из русел, кстати. Точно, когда большая вода, дожди, вот здесь идет. И здесь идет поток. А это должно быть офигенно мощно выглядит. Пойдем, собака. Так, здесь есть наша очередь. И врываемся в фонтан. Плохо. Так, еще один взгляд на водопад. И мы возвращаемся по этой же тропе. Проходим это еще одно русло. Да, вот это, наверное, мощное-мощное зрелище. Когда поток шел здесь. Гибочки. Идем обратно. Шайба. Пошли. Мы продолжаем спускаться вниз. Идем уже в обратную сторону. В сторону переправы вагончики. Вроде как по короткой тропе большую часть достопримечательностей мы осмотрели. Собаку, кстати, не отпускаем. Могут спросить, наверное, Чего собаку не отпускаешь в лесу? А не отпускаю, потому что она пугливая. И если будет какой-то громкий звук, то она куда-нибудь рванет. Обычно в местах, где она часто бывает, она знает где дом. Но здесь она не знает где дом, поэтому может рвануть куда-нибудь во враг. И откуда ее хрен достанешь. Поэтому собака на поводке. Такая вот история. Вообще была идея, у меня была идея ехать на велике сюда. И, ну не прямо сюда, велик оставить на парковке, где мы оставили машину. И идти на длинный маршрут. Но я не очень представлял к чему готовиться. Морально и физически. Вот сейчас я представляю, какая тропа, какую надо обувь, какой надо рюкзак. Так что будем считать это короткое путешествие разведкой перед большой тропой, продолжительной тропой по национальному парку Матерала. Такие прекрасные виды открываются иногда с тропы. Там внизу место, где мы оставили машину очевидно. И где находится последняя стоянка. Перед тем, как дорога кончится. Вот сейчас я уже был минут 10 назад. Думал о том, чтобы собаку отпустить с поводка. Сейчас мы идем. Раздался выстрел. Конечно же собака подорвалась. И хорошо, что она была на поводке. Так что стратегия работает. Все, замкнули круг. Так что потом? И колем. По пальцу. Нормально. Плохо отходит. Плохо отходит. То есть смотреть можно, есть нельзя. Ну типа да. Понял. А вы точно выживальщик? Учусь. Они сырые. Нормально. Все, они готовые. Чисто, чтобы просраться, да? Чисто, да. Искать надо вот такие вот. То есть. Да. Не гнилые. Как они пахнут, интересно? Дай понюху. Давно, наверное. Приятно пахнет, на самом деле. Не, пахнет. Ааа. Какой-то медицинской штукой. Понюхайте, серьезно. Пахнет какой-то лекарством. Зеленкой? Да. Да, зеленкой. Да. О, блин. Реально будто. Да, блин. Точно. Короче, эта скорлупа пахнет зеленкой. Будто нюхаешь бинт, короче, в чей-то. Лех съел. Ну, мать твои делает. Да не, зеленая еще. Я выживающий. Я вошел в ролик. Все, не, нормально. Их надо пожарить просто. У меня есть зажигалка. Давай пожарим. Забираться-то на такси будете? Да, зеленая тема. Зеленая тема. Зеленая тема. Отлично. Тема выживальщиков. Возвращаемся с той же дорогой. И вот опять эти веревочные парки. Сейчас мы пройдем через мостик и пойдем к машине вот или... шайба. и вот это уже с другой. Зеленая тема и будет заниматься. С другой стороны. Продолжение истории, Леша и Орехи. Да? Нашли орех. Отличный прям. Так и... Так просится в рот. поставил кому-то еще раз надо час приправится через реку вдор куда пошло все мы вернулись к машине и времени сейчас 405 всего за два часа мы уложились короткий маршрут а 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